Узум не принимает на склад бытовую технику, как быть, что делать. Всем привет, меня зовут Марат. На этом канале я рассказываю, как зарабатывать на маркетбезе Узум. На прошлой неделе прошла новость от Узум, что такие товары, как пылесосы, стиральные машины, холодильники, телевизоры и мониторы, без цифровой маркировки больше не принимаются на склад Узум для продажи. И это действительно так, потому что в соответствии с постановлением Кабинета Министров номер 148 от 2 апреля 2022 года о внедрении системы обязательной цифровой маркировки бытовой техники без нанесения соответствующего кода цифровой маркировки запрещается реализация этих товаров. Для чего это делается? Государство таким образом борется с серым импортом, контрабандой и контрафактом этих товаров. И поэтому вводят такие меры. И это является нормальной практикой. Кстати, на Узум постоянно все меняется, поэтому, чтобы быть в курсе всего, подпишитесь, чтобы не пропустить. А также запишитесь на мой курс по выходу на Marketplace Узум, потому что я всегда даю только самую актуальную, самую нужную информацию для того, чтобы ты сразу зарабатывал на Узум. Но теперь поднимается вопрос о том, как же сделать эту цифровую маркировку, чтобы Узум принял ваш товар на свой склад и выпустил его в продажу. Давайте это разберем. Итак, первый момент. Это ваш товар должен быть везен на территорию Узбекистана, в белую, то есть официально. У вас должны быть документы. На серый товар у вас это сделать не получится. Как работает система цифровой маркировки товаров? Процесс состоит из следующих этапов. Первое. Участник оборота товаров, то есть вы регистрируетесь в информационной системе цифровой маркировки. Второе. Производитель или импортер заказывает цифровой код и наносит уникальный код на товар. Следующий этап. По цифровому коду, вот этому коду маркировки, фиксируется вся логистическая цепь, по которой перемещается товар. То есть от производителя до потребителя. От ввода в оборот до вывода товара из оборота. Следующий этап. Это код сканируется при продаже на онлайн-кассе. И в систему передаются сведения о выводе товара из оборота. Когда ваш товар находится на таможенном складе, вам необходимо подать заявку на сайте aslblgc.uz. То есть регистрируете ваш товар там, потом производите оплату необходимого количества маркировок, растамаживаете товар и клеите ваши дата-матрикс коды на товары. Также очень важно делать оприходование товара через бухгалтерию, чтобы при продаже ваша цифровая маркировка пробивалась в базе. Потому что без этого товар не спишется с баланса вашей фирмы. Если у вас остались еще вопросы, пожалуйста, напишите об этом в комментарии, я на них отвечу. Ну а я желаю всем успехов и хороших продаж!